Вон-то, чтобы вода не попала, гляди. Куда пошли, не удержать ничего нельзя. Это гуляется корова женского пола, а за ней все бычки. Я не знаю там 8-10 их, сколько их, все до одного там. Самые маленькие, непригодные, все туда. Идем. Это я имею право показать. Вы видели, сейчас пробежали бычки? Их остановить нельзя. Мы даже пытались остановить, и телка, за которой они гонятся, она забежала сюда. Перед ней ограда, они ее давят, а она давит. Ей-то деваться некуда. Их сейчас побежал, допустим, 10 бычков, все до одного. Самые маленькие туда бежит. На запах. Ну, куда взрослый, и он там, в площадку. Самый последний Степа туда, в эту степь попер. А куда? Ему даже понюхать не дадут. И вот они сейчас поперли на чужое поле, на то, вообще-то, за что отвечать придется. Как страшно, когда вот нету у короту. Вот это в человеческом роде. А что, говорит, знает, по природе, как бессловесные животные прыгать друг на друга, тем раскрывает себя. Я тебе говорю, вот сюда пупло все идет. И Сидор Пилосиот говорит, чем строже обращаешься с женщин, тем более она к тебе привязана. Юбочники подкаблучные. Вот они побежали все. Куда они бегут? Она не знает, куда от них спрятаться. Шукшин, Василий Макарович, пишет, там в площадке пошел. Маша мне до того понравилась. Чего она ему понравилась? Ну, зад, перед. Больше-то ничего, он с ней не разговаривал-то. И она идет одна домой. Я, говорит, догнал ее, она слышит, что-то топает. Он подражал Сталину в сапогах. Я подбежал, говорит, потеял ее и обнял. Да мало того, взял и поцеловал. А вот теперь попробуй, возьми нас. И она говорит, я, говорит, не поняла даже ничего. Дескать, он такое великое дело совершил. А потом, что бросилась ребенком и все. Там другая Маша появилась. Третья. И в пьяном виде умер. Герой Алтайской земли. Высоцкий точно так же менял. Жену с ребенком бросил. Теперь, ты выдал Марию? Ой, это Марину. Ну, теперь все. Француженка. Да какая она француженка? Ну и бросил детей. А эту замордовал своими пьянками. Я не знал, куда от него прятаться. Сейчас, минутку. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Божию. Вы на все смотрите и понимаете. Не уподобляйтесь животным. Не стоняйтесь над чашкой. На другой конец стола, Егор, отодвинь чашку. Что положено у нас давать на третье в пьянике, давайте сразу. Я все рассказал, чтобы никто не ждал. Первое подали, сразу все остальное, кроме второго. Налили воды и там, что там. Чтобы не стояли дежурно, успевали носить только. Так, Тимош, еще ты переворачиваешь. Горячий? А что, горячий опять тут? Ну, не горячий, а какой горячий? Нормально. Он даже не горит, посмотрите. Так, подожди. Он теплый. Совсем не горячий, а что ты облетели что там? Бери и хлебай. Нормально. Садись и съешься. Подожди. У нас урок большой прошел. А табун погнали туда. Не табун, а гурт называется. Коровий гурт. Овечья отара. А лошадей табун. А гуси стая. А свиньи стада. Тоже. Каждому. А в других языках все одинаковое. Почему русский язык такой трудный? Вот, кружка стоит, а ложка лежит. А чашка стоит или лежит? Стоит, а бывает. А блюдечка тоже, она ниже ложки все равно стоит. И все это надо запоминать. Русский язык очень трудный, я долго не мог понять почему. Вот у нас ложка, у меня нет ложки, стукну ложкой, думая о ложке. А в английском спунь еще больше нету. Один падеж. Как легко запоминать. Ну у нас настоящее прошедшее будущее, а у американцев 12 времен. 12. Закажут, а как все? Вот я ем, я не просто ем, а именно в данный момент ем. А именно сейчас именно ем. В данный момент ем. Правильно, нет? Егор. На четвертой ягода. Слышите, Игнат Тихонович, ягода на четвертой. Вы так объявляете, ее нельзя подать только чертой. Меню все решите, и когда поедим, допиши, что подавала. Обязательно, обязательно. Для этого я уже взял вот такую вот штуку. Игнат Пусть. Подал Oz. Игнат Пусть. Вставали со всех, как и все. Сейчас все это наверное. Но то есть все же. Пусть. Так, как и все. Продолжение следует...